Сегодня мы поговорим с вами об аллергии. Очень часто в весенний период из всех каналов телевизора, в интернете, звучат и звучат новые и новые информационные посылы о том, что делать людям, которые страдают полинозом, то есть аллергической реакцией на пыльцу растений. Но вопреки бытующему мнению, этим всем надо заниматься осенью. Вот поэтому этот выпуск мы решили начать с обсуждения этой темы. Аллергия возникает тогда, когда иммунная система воспринимает безопасные для организма вещества как угрозу и вырабатывает специальные соединения для того, чтобы её уничтожить. Эти соединения, попадая в кровь, вызывают воспаление. И вот результат. Человек чихает, кашляет, у него появляются кожные высыпания. Иногда возникают грозные осложнения – бронхоспазм, астма или анафилактический шок. Новое название анафилоксия – это жизнеугрожаемое, остро возникающее состояние. К сожалению, с вовлечением различных органов и систем. Это могут быть и кожа, это может быть высыпание, это может быть отёк, это бронхолёгочная система, эпизод затруднённого дыхания с хрипами, свистами. И самое опасное – это, конечно, падение давления или отёк гортани. Самое опасное в этом, что это жизнеугрожаемое состояние. И пациент должен быть ориентирован, если он в своей жизни переживал такое состояние, иметь в наличии те лекарственные препараты, которые могут нивелировать это состояние. А именно, обязательно раствор адреналина, какой-либо антигистаминный препарат, можно под язык его, особенно, конечно, хорошо бы, чтобы это был лекарственный препарат второго поколения. Или это системные глюкокортикостероиды, такие как дексаметазон или преднизолон внутримышечно ввести. Но первое, что должен сделать пациент – это обратиться за медицинской помощью. То есть это вызвать скорую помощь или в ближайшее лечебное учреждение, если это в шаговой доступности. Однозначного ответа, почему возникает аллергия, учёные пока не нашли. Есть огромный список факторов риска. В него входит генетика, различного рода заболевания, стресс, нехватка витамина Д3 и даже приём антибиотиков. Кроме того, у горожан аллергия развивается намного чаще, чем у сельских жителей. Дело в том, что мы, жители мегаполисов, живём в условиях стресса. Это первое. Второе, конечно же, мы подвержены различным неблагоприятным воздействиям окружающей среды. Это так называемые аэрополютанты. Туда входят выхлопные газы, это загрязняющие вещества, которые возможны химические производства, промышленные предприятия. Они, конечно же, а, с одной стороны, раздражают слизистую и тем самым облегчают путь попадания и вирусов, и бактерий, и аэроаллергенам. И, с другой стороны, именно взаимодействие аллергена и аэрополютантов, опять-таки, один из факторов, который провоцирует развитие аллергии. Традиционно считается, что самым аллергенным временем года является весна. Это логично. Зацветают первые растения, и в воздух попадает пыльца. Но у нашей героини проблемы, связанные с аллергией, начинаются осенью. Марина, проходите, пожалуйста, присаживайтесь. Рады, что вы добрались без проблем. Здравствуйте. Здравствуйте. Марин, расскажите нам, пожалуйста, когда вы впервые столкнулись с вашей проблемой? Аллергия у меня началась лет 10 назад, точно год не помню, но очень впечатляющий был у меня сезон осенний, когда у меня на руке началась вот такая сыпь с пузырьками, которые при расчесывании выделялась какая-то жидкость, и у меня по всей руке, и по одной, и по другой, оно стало разрастаться. Это меня очень напугало, и я, естественно, обращалась к врачам. Ну и, следовательно, решили, что это именно аллергия, да? Да, я сдавала анализы, и мне назначение было. Какое лечение вы получили? Ну, там, конечно, были медикаменты, были мазь, которую мне прописали, но я от нее отказалась, она была гормональная. Я принимала только лекарства. Мазь немножко напугала то, что она гормональная. Да, да. Вот, и я пользовалась больше традиционными методами, но я проблему не решила, потому что каждый сезон при наступлении холодов у меня появлялось сначала шелушение, и как только у меня идет соприкосновение с порошком, у меня опять начиналось. Вот, пожалуйста, у меня сейчас и вот только начало, и она чаще всего разрастается по всей поверхности руки. Ну, видишь, Сергей, помимо раздражителя есть элементы и холодовой реакции, да, похожие на холодовую аллергию. Да, и очень хорошо, что вы сейчас к нам пришли, потому что все-таки новые способы борьбы с аллергией появляются. Я думаю, что наши специалисты постараются Марине помочь. Пойдемте. Холдовая аллергия – это один из симптомов как раз крапивницы. В статистике из всех индуцированных крапивниц она на втором месте. В нашем регионе достаточно частое явление. Проявляется это уртикарными высыпаниями, то есть волдырными высыпаниями на коже, либо отеками. В нашем арсенале есть те тесты, которые позволяют выявить минимальный температурный порог, при котором это возникает. И это ориентирует наших пациентов для своевременной профилактики своего заболевания. И есть пациенты, у которых и при 0 градусах возникает высыпание и отеки, у кого-то минус 3. Но вот у нас наблюдается пациентка, у которой плюс 15 позволяет уже запустить этот механизм. И она страдает при такой для нас, казалось бы, тёплой температуре, отёками лица и высыпаниями на открытых участках тела. Современным и эффективным способом борьбы с аллергией является аллерген-специфическая иммунотерапия, или сокращенно – АСИД. Суть этого лечения заключается в том, что пациенту регулярно вводят небольшие дозы аллергена, постепенно повышая его концентрацию. Через какое-то время организм привыкает к аллергену и перестаёт считать его чужаком, и не выдаёт аллергическую реакцию. Лечение эффективное, но нужно быть готовым к тому, что оно может занять несколько лет. Сам метод предполагает введение аллергена, а вот введение аллергена бывает различным. Есть капли, которые вводятся через рот, есть таблетированные препараты аллергены, и самые наиболее изученные – это подкожные введения аллергенов, когда к нам пациенты приезжают, для введения раствора аллергена. Сам метод достаточно длительный, то есть он от 3 до 5 лет, но принцип лечения достигается ремиссии от 7 до 10 лет. После полного курса лечения. Так, 5 минут у нас с вами прошло. Прибор мы выключаем. И вашу руку я попрошу немножечко подержать. Теперь мы подписываем результаты. С одной стороны у вас была холодовая реакция плюс 4 градуса, подписываем. С другой стороны 44 градуса. Это максимальная температура, которую может нам выдать данный прибор. Это нужно для того, чтобы правильно оценить результаты, чтобы мы не забыли, с какой стороны у нас было холодовое воздействие, а с какой тепловое. К сожалению, в случае с аллергией на холод, аллергенспецифическая иммунотерапия не поможет. Но хорошо помогают некоторые антигистаминные препараты. Они помогают облегчить симптомы. Огромную роль в развитии аллергии играет гистамин. Это то вещество, которое вырабатывается, когда в организм человека попадает аллерген. Появляются отеки, зуд и другие неприятные проявления аллергии. Итак, у нас с вами прошло 10 минут. Мы с вами оцениваем результаты тестирования. У нас на коже никаких высыпаний нет. У кожи чисто есть небольшое покраснение, что говорит нам о нормальной реакции, в принципе, сослокопилляров кожи на воздействие холода и тепла. Уртикарных высыпаний валдыриков у нас никаких нет. Значит, что тест у нас с вами отрицательный. И диагноз «холодовая крапивница» не подтверждается. В вашем варианте это все-таки дерматит. Это экзема, которая также обостряется в осенне-зимний период. Что могу сказать? Что вам надо обратиться в любом случае к дерматологу. Я вам, как аллерголог-иммунолог, могу посоветовать гормональные препараты. И бояться их не нужно, потому что сейчас современные лекарственные средства, у которых биодоступность минимальная. Мы даже их назначаем, например, беременным женщинам. И это говорит о том, что степень биодоступности минимальна этих лекарственных средств. Это первое. То есть вам в любом случае это местная терапия. И очень хорошо еще помогают парафиновые ванны или аппликации. То есть на острый период это будут мази с местным применением гормональным. И затем увлажнение кожи. Памятку по уходу за кожей я вам сейчас распечатаю. Хорошо? Спасибо. Мне кажется важным повторить эту мысль еще раз. Если вы уже когда-то обращались к врачу, но назначенное лечение не было эффективным, сходите к доктору еще раз. Возможно, за прошедшие годы современная медицина уже нашла ключ к решению вашей проблемы. Разговор об аллергии дальше продолжат наши коллеги. А мы увидимся с вами через неделю. Елена Николаевна, давайте начнем с крайних проявлений. Вот такое грозное явление, как анафилоксия. Как пациенту понять о том, что он находится в жизни угрожающей ситуации, как окружающему понять, что к близким человеку что-то не так. И как вообще профилактировать такого рода проявления заболевания? И если на ваших глазах человеку происходит отек нарастающий, либо, например, выраженные высыпания в области лица, конечности, ну и самое страшное и угрожаемое – это отек гортани, когда человек задыхается, то здесь, конечно же, нужна помощь в любом случае неотложная. Поэтому прежде всего человек, который оказывается в такой ситуации, должен в любом случае вызвать неотложную помощь. И затем уже обратиться в лечебное учреждение для того, чтобы выяснить причины этого неотложного состояния. Люди, длительно страдающие и знающие о своем заболевании, о каких-то возможных аллергических реакциях, должны ли с профилактической целью всегда иметь при себе какие-то препараты? Как правило, те люди, которые в своей жизни испытывали такое ощущение, такое как анафилоксия, они обучены, имеют список лекарственных средств, которые необходимо иметь при себе. И мы, например, наших пациентов обучаем самостоятельному введению лекарственных средств. Прежде всего, это эпинефрин, адреналин. И мы учим наших пациентов, как разводить, куда вводить, в какой дозе лекарственный препарат вводится. Это гормональные препараты и антигистамины, которые на первом этапе можно принять. Либо под язык таблетированный препарат, либо раствор тоже можно в подъязычную зону ввести. Насколько вы считаете важным и актуальным именно профессиональное образование? То есть образование людей посредством профессионалов в этой области, и в частности тех людей, которые уже имеют заболевания, вот школы пациентские, какие-то иные форматы. Как вы этим занимаетесь? Помимо большой научной программы, наш центр ведёт как раз и практическую работу именно в обучающих программах для терапевтов, для специалистов нашего профиля, аллергологов, иммунологов. И активное участие в цифровых школах, которые сейчас в онлайн-формате проводим. И недавно мы стартовали такой проект, как наставничество. То есть мы проводим для аллергологов, иммунологов обучающие школы. И параллельно, ежегодно в нашем центре проводятся школы для пациентов с различными заболеваниями. Это из хронической крапивницы, это из бронхиальной астмы и с таким жизнеугрожающим состоянием, как наследственный ангиотер. На эту школу каким образом могут попасть люди? Школы, которые для пациентов в онлайн-формате. Мы обычно оповещаем тех пациентов, которые у нас динамически наблюдаются. Но и это всё в открытом доступе. То есть на сайте нашей больницы всегда есть информация о том, что будет проводиться данное мероприятие. То есть обычный человек, заинтересованный какой-то из этих проблем, может подключиться к такого рода школе, да, и получить какую-то информацию из первых уст, что называется, из рук профессионалов, которые занимаются этим на регулярной основе. Мало того, задать вопрос и получить ответ на него. И если вопрос, который требует консультации пациента, если это в случае врача, то мы вызываем этого пациента и уже консультируем в нашем центре. Скажите, пожалуйста, вот на сегодняшнем этапе развития медицины, какие есть решения для пациентов с аллергическими различными заболеваниями, и насколько жизнь их тяжела и невозможна, как это было ранее? Ну, позвольте с вами согласиться, потому что действительно аллергия – это пандемия, и не случайно Всемирная организация здравоохранения, например, 2018 год, был назван пандемией аллергии. И мы видим по нашим приёмам и по статистическим данным, что рост неуклонно идёт в разряде всех аллергических заболеваний. Итогом этого, что я когда начинала свой путь как аллерголог, действительно сталкивались с той проблемой, что иногда мы некоторым пациентам просто не могли помочь, только снимали симптомы. Но есть методы, которые действительно уже на протяжении длительного времени используются. Это, например, аллергеноспецифическая иммунотерапия. И великое заблуждение многих, к сожалению, наших коллег, что аллергия неизлечима. Нет, это можно излечить приёмом как раз аллергеноспецифической иммунотерапии, но у неё есть ограниченные возможности. То есть этот метод мы ранее не могли использовать у пациентов, у которых не контролировалось заболевание. Например, такое, как бронхиальная астма. И если было тяжёлое течение или неконтролируемое течение заболевания, мы были ограничены в том, чтобы применить этот метод. Вот в настоящий момент наши возможности действительно расширились. Во-первых, расширилась линейка лекарственных препаратов. Появились новые формы доставки лекарственных средств. И действительно, они позволяют более контролировать такой процесс, как бронхиальная астма. Расширились возможности при тяжёлой бронхиальной астме. То есть сейчас огромная линейка пациентов получает иммунобиологическую терапию или таргетную, которая позволяет перевести тяжёлую, неконтролируемую астму в разряд контроля. И тогда мы этих пациентов плавно забираем уже в рамки аллергологического профиля для лечения аллергеноспецифической иммунотерапии. Моя история началась 5 лет назад, когда мы с моим мужем поехали отдыхать в Сочи. Мы там прожили целый год в горах. Одним непрекрасным вечером я поняла, что мне стало очень тяжело дышать. И я начала с такими хрипами вдыхать, сипами выдыхать. И это продолжалось именно по вечерам, ночами, рано утром. Я пошла в такую местную сочинскую поликлинику к врачу-аллергологу. И она мне сказала, что у меня астма. Я оттуда вышла в полном состоянии шока, потому что вот так вот во взрослом возрасте заболеть астмой для меня это было очень странно. Но были такие две предпосылки. Во-первых, я, в принципе, с детства аллергик. У меня аллергия на цветение, на берёзу. А второе, то, что за год до начала заболевания у меня был такой очень сильный продолжительный стресс. У меня не стало моей лучшей подруги. И на фоне этих переживаний, возможно, как-то организм так среагировал. Мы вернулись в Москву. И я пошла уже в московскую поликлинику к аллергологу. Она мне дала направление в 52-ю больницу, где я как раз-таки попала к моей горячо любимой, дорогому доктору, к Бобриковой Елене Николаевне. И меня взяли уже под своё крылышко, сделали все исследования, все анализы. Мне поставили диагноз «аллергическая астма». И выяснилось, что такая самая мощная аллергия у меня на клеща бытовой пыли. И я сразу дома поменяла всё постельное бельё, шторы, чехлы на антиаллергенные. К сожалению, это всё равно мало помогало, всё равно аллергия была. Я начала пользоваться ингаляторами утром, вечером, пить таблеточки от аллергии. Периодически меня госпитализировали, делали капельницы противовоспалительные. У меня прям всё как рукой снимало. Я пару месяцев нормально жила, и всё это начиналось заново. Плюс у меня аллергия на еду. Она как раз-таки появилась, когда появилась эта астма. То есть я могла ужинать теми же продуктами, которые я ела вчера. И у меня начиналась дикая аллергия. Я вся краснела, впадала в жар, у меня появлялись пятна, и я не могла дышать. То есть я начинала хрипеть, приходилось вызывать скорую, чтобы делали уколы, и тогда всё это уходило. Полтора года назад мы начали современную терапию одним новым препаратом. То есть раз в месяц я приезжаю в больницу, мне делают три уколчика в плечи. И с тех пор у меня вообще исчезли вот эти приступы кашля, приступы удушья. Ушли все аллергии на еду. Я перестала принимать антигистаминные препараты, в два раза снизила приём ингаляторов, так иногда я им пользуюсь. Нормально уже задышала, и мы проводили разные тесты, и оказалось, что у меня астма в состоянии ремиссия. То есть никакого воспалительного процесса нету, я отлично дышу. Это даже вот с одним нюансом, то что у меня есть кошка. Аллергия на кошку у меня появилась пару лет назад, хотя до этого с кошками я жила всегда. И несмотря даже на такой вот суперпушистый аллерген, я всё равно не принимаю антигистамины и отлично себя чувствую. Я занимаюсь любимым делом, растениями, ухаживаю за ними, консультирую. Совершенно меня не смущает, что там даже что-то распыляется в воздух, я никак на это не реагирую. Я занимаюсь йогой, занимаюсь спортом, активно катаюсь на велосипеде, в общем, живу как нормальный человек. Я безумно счастлива, что попала к Елене Николаевне, что попала в 52-х больницу. Я очень всем рекомендую найти своего врача, подобрать корректное лечение и быть здоровыми. Елена Николаевна, хотела поговорить с вами о истории нашей сегодняшней пациентки. Как вы лично помните эту историю? Как удалось так быстро решить проблему? Ну, расскажите о своих впечатлениях и человеческих, и врачебных. Вы знаете, если как в качестве человека, я, наверное, обратилась к ней просто как к своему ребёнку, потому что молодая, юная девушка, которая неоднократно была госпитализирована к нам с неконтролируемым течением астмы. И я понимала, что это молодая девушка, которая в будущем планирует стать матерью, а учитывая такую тяжесть заболевания, речи об этом просто и не могло быть. Как врач я понимала, что я могу ей помочь, поэтому тот вариант, по которому мы пошли, как раз-таки верифицировали диагноз, чем связаны были её обострения, подобрали ей иммунобиологическую терапию, а именно препарат, который снимает аллергическое воспаление, то есть анти-ИГЕ терапию она получает. Добились ремиссии в течение бронхиальной астмы, и пациентка сейчас получает лечение аллергенами. То есть основная проблема, которая у неё была на первом плане, это как раз аллергия к клещам домашней пыли. И вот на фоне добившейся ремиссии, то есть мы добились ремиссии заболевания, и сейчас она благополучно получает лечение против аллергии, что позволило ей благополучно выйти замуж. И теперь мы уже планируем в будущем, когда закончится она курс лечения осид, я думаю, что она будет благополучно хорошей мамой. Это в планах. Прекрасный результат. Это самое главное для каждой женщины. Спасибо. К сожалению, каждый из нас в течение своей жизни несколько раз сталкивается с ситуациями, когда кому-то рядом нужна помощь. И не обязательно быть медиком или врачом для того, чтобы помочь человеку до приезда медицинской бригады. Как не растеряться? Что делать? И чего не делать? Говорим в нашей традиционной рубрике о первой помощи. В прошлом выпуске мы оказывали помощь человеку с потерей сознания. Сегодня усложним задачу. Человек не дышит. У нас не более 4-5 минут на то, чтобы разобраться в ситуации и начать оказание помощи. Итак, Катерина, мы нашли человека в общественном месте, он лежит в неестественной позе, вокруг скапливаются люди, с ним явно что-то не так. Давайте проверять, чем мы можем помочь. Так, ну из прошлого выпуска я узнала, что нужно сначала понять, дышит, не дышит. Мы его трясем, спрашиваем, хорошо себя чувствуете. Если он не реагирует, нужно положить руку на лоб и на подвородок и запрокинуть назад, слушать дыхание и смотреть, поднимается ли грудная клетка. Если не поднимается, дыхание нет, мы понимаем, что человек без сознания, не дышит, нужно делать непрямой массаж сердца. У взрослого человека очень часто вот этот процесс внезапной остановки кровообращения дыхания проходит фазу агонального дыхания. То есть он дышит как-то поверхностно, затаиваясь, с большими перерывами. И люди думают, что он вроде как бы дышит, давайте подождем. А на самом деле на фоне вот этого ненормального дыхания умирание головного мозга уже началось. Клетки уже погибают. Поэтому прямо поверх такого дыхания надо начинать полноценную реанимацию. Мы кричим очевидцу, пожалуйста, вызовите скорую, телефон 103, адрес. И что человек не дышит, мы начали реанимацию. После этого мы начинаем компрессии. А лучше прямо параллельно с этим. Находим центр грудной клетки. Твердый прямоугольник от уровня ключиц до того места, где кончились ребра, и начался мягкий живот. И визуально находим примерно центр этого прямоугольника. Ставим основание ладони в центр. Вторую руку сверху пальцев в замок. Плечи прямо над точкой компрессии. Руки прямые, локти заблокированы. И всем весом начинаем наваливаться на грудную клетку. Продавливать вниз ее нужно на 5-6 сантиметров. И делать это со скоростью 2 раза в секунду. Прямо под прямым углом мы прижимаем человека к ровной твердой поверхности. Важное условие, мягкий диван для этого не подойдет. Процесс сердечно-легочной реанимации подразумевает совокупность двух основных факторов. Это поддержание сокращений сердечной мышцы, то есть сжатие сердца за счет компрессии кровной клетки. И обогащение крови кислородом за счет вдувания ее в легкие. Итак, после 30 компрессий мы переходим на вентиляции. Важное условие проведения всего комплекса реанимационных мероприятий – компрессии прерывать не более чем на 10 секунд. Сейчас мы будем использовать специальное учебное защитное средство – лицевой экран. В реальных условиях это может быть что угодно, что позволит избежать контакта с биологическими жидкостями, со слюной и рвотными массами, но при этом позволит пропускать воздух. То есть полуодежды, шарф, медицинская маска, случайно оказавшаяся в метро, полиэтиленовый пакет с проковыренной дыркой – все это годится. Делается для того, чтобы в первую очередь преодолеть чувство брезгливости и снизить вероятность заражения какими-то инфекциями. Накладываем, запрокидываем, зажимаем нос, чтобы не было утечки воздуха, и две коротких вентиляции. После этого снова возвращаемся к компрессии. Что касается факультативности выполнения искусственной вентиляции легких методом в рот в рот, на сегодняшний день это действительно не только допустимо, но в ряде случаев прямо, ну не скажу, что запрещено, но есть определенные ограничения, рестрикции вплоть до действительного запрета. Если у нас есть какие-то барьеры внутренние, чисто психологические в том числе, нам достаточно выполнять компрессии. В рамках оказания первой помощи этого вполне достаточно. Давайте попробуем чередоваться. У вас вентиляции. Так. Я на себя пока возьму компрессии. Один, два, три, четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь, двадцать девять, тридцать. Выдох. Выдох. Перемещайтесь сюда. Середина, середина. Так, так, прямые руки, всем весом. Раз, два, три, четыре, пять. Сейчас вы попробовали и даже на манекене смогли ощутить, насколько физически это тяжело и затратно. Да, очень тяжело. Поэтому в реальной ситуации нужно менять человека через две минуты, а с вашей комплекции возможно искать покрупнее себе напарника и больше компрессий делегировать ему. Мы проводим реанимацию в рамках первой помощи столько, сколько это потребуется до развития одного из трех вариантов сценария. Человек первый, оптимистичный, пришел в себя, мы его оживили. Ура, мы молодцы, человек счастлив. Второй вариант нейтральный. Приехала бригада скорой помощи и забрала у нас нашего пострадавшего. Дальше это их зона ответственности. И третий вариант – это та ситуация, когда мы физически не способны дальше выполнять реанимационные мероприятия. Алексей, если есть доступ к дефибриллятору, как им пользоваться? Наиболее эффективное его использование и нанесение этого разряда как раз в первые 40-60 секунд после того, как произошла остановка кровообращения. Он максимально прост в применении, его достаточно включить и выполнять его команды. Итак, я делаю компрессию, вы оперируете с прибором, он включится сам, дальше будет выдавать команды. Мы в это время качаем. Так, достаю электроды. Отделите один электрод от пластмассовой подложки. Поместите один электрод на кожу верхней части груди пациента. Так. Не прикасайтесь к пациенту, идет анализ ритма. Сейчас он читает кардиограмму, определяет признаки нанесения разряда. Не прикасайтесь к пациенту, идет анализ ритма. Рекомендована дефибрилляция, идет набор заряда. Стойте в стороне, нажмите на разряд выполнен. Перед нажатием убедиться, что никого нет. Во всех остальных ситуациях, на нормально работающем сердце, на сердце в асистолии, который не поможет нанесению разряда, он не позволяет нажать кнопку и тем самым максимально создает защиту от неправильных действий. То есть нужно просто четко выполнять команды, которые подаются. Я слышу дыхание, надо перепроверить, запрокиньте голову. Вот так вот запрокидываем. Да, послушать, посмотреть, увидеть движение. Если нас это дыхание устраивает, мы оцениваем как нормальное, то мы укладываем человека на бок. На бок. Снимаем дефибриллятор. Дефибриллятор оставляем до приезда скорей. Он каждые две минуты будет проверять ритм, говорить, что разряд не нужен, и это будет дополнительный диагноз. То есть мы человека просто в покое закрываем и переворачиваем на бок. Да, да. Понятно. Сегодня мы разобрали навыки проведения базовой сердечно-лёгочной реанимации с применением афтоматического дефибриллятора. Как вам по ощущениям, что было сложно? Ну, самое сложное, конечно, это делать все эти мероприятия. Я почувствовала, что не хватает физической силы немножко, потому что их нужно делать много, с усилием. Мне кажется, это очень страшно будет в реальности. В реальной ситуации это действительно очень страшно. И растерянность совершенно нормально преодолеть её позволяет наработка мышечной памяти, многократное повторение этих упражнений, так, чтобы голова в этом практически не участвовала. В этом и суть подготовки. Нужна практика. Да. Медицина – это не профессия. Медицина – призвание и образ жизни. В неё приходят, чтобы остаться там навсегда. Но медики тоже люди. Как живут люди в своей профессии? Давайте посмотрим. Вообще, конечно, наши операции со стороны выглядят не очень зрелищно, потому как маленькая дырочка в коже, маленький разрезик. И кроме как хирургу и ассистенту толком ничего не видно. Чего они там делают? Сёмин Дмитрий Юрьевич – врач-онколог. Под его руководством в отделении выполняются все виды хирургического лечения, новообразований щитовидной железы, в том числе малоинвазивные, видеоассистированные операции. Это современный тренд в хирургии щитовидной железы. В чём его смысл, в чём его изюминка? В том, что выполняются радикальные операции на щитовидной железе безо всякого ущерба для радикализма, для качества операций. За счёт этого практически не болит потом шея у пациентов после удаления щитовидной железы. Пациент уже вечером после операции активен, может вставать, может есть не горячую и не очень твёрдую пищу. И по большому счёту на следующий день после операции, после обеда может уходить домой. Тут у нас девочки после операции, первые сутки. Здравствуйте. Как ваше самочувствие? Нормальное. Хоть сегодня домой? Да. Хорошо. Возможность таких щадящих хирургических вмешательств ограничена. Тем не менее, Дмитрий Юрьевич вместе с командой расширяют показания к выполнению таких операций, чтобы пациенты быстрее восстанавливались и следы от операций были как можно более эстетичны и незаметны. Мы во время операции практически не перевязываем сосуды, потому что работаем гармоническим скальпелем, специальным образом. Пережигаются, легируются. То есть отсутствие шовного материала потом в ране способствует лучшему заживлению и, соответственно, эстетическому ощущению комфорта у пациента. Там очень много противопоказаний. Размер железы, размер узла, какое-то предшествующее лечение. Всё это являлось раньше противопоказанием для выполнения таких операций. Но мы совершенствуем эти методики и экстраполируем на, казалось бы, те ситуации, когда это нельзя сделать. И тем не менее это получается. То есть мы находим некий компромисс между традиционными операциями и минимально инвазивными. Да, может быть, за счёт увеличения размера разреза, но вся остальная работа осуществляется именно минимально инвазивным, и нам удаётся даже прооперировать, казалось бы, вот такие вот, такого размера щитовидные железы. Это вот рука хирурга, и на руке вы видите щитовидную железу, увеличенную практически в 10 раз. На работу мы приходим где-то в 7.10, в 7.15 максимум. Операция где-то в пол начинается в 8.30, в 8.45. Ну, если поздно начинать, то мы просто будем до ночи в операционной работе. Все в порядке. Ночь прошла нормально, да? Нормально, температура еще нет. Операции больные подготовлены. Прекрасно, хорошо. Берём по конфетке и идём работать. Как-то я рос в врачебной семье, поэтому, наверное, не было альтернатив. Родители, моя тётка, моя прабабушка, двоюродный дед. Ну, очень много родственников. Был врачом. И как-то я сразу с детства знал, что буду врачом. У нас остаётся в реанимации до завтра пациентка. Ну, завтра её будем переводить, смотреть, как что. Супруга врач. Ну, она более серьёзный врач, чем я. Она анестезиолог-реаниматолог. Познакомились в институте. Я тогда учился на первом курсе. И с тех пор мы вместе. Вместе учились. Вместе закончили институт, учились в ординатуре. И всю жизнь работаем вместе. Но в разных корпусах больницы. Она заведующая отделением. Мне кажется, она очень хороший врач. Я никогда не давил на своих детей и супруга тоже. Это исключительно был их выбор в специальности. Но, конечно, мне проще помочь советом сыну, если он тоже врач. Но вот старший не захотел быть врачом. Младший сейчас учится в мединстуке. Ну, что, пойдём больных посмотрим после операционных. Готовы? Масочки надели? Всё, пошли? Только после вас. Пожалуйста. С полным ведром. Хорошо. Здравствуйте. Здравствуйте. Как самочувствие ваше? Отлично. Значит, завтра Вячеслав Владиславович все рекомендации даст. Всё расскажет. Какие таблетки, сколько принимать, как принимать. Мне понравилось. Какое-то удивительное везение, что в отделении собрался коллектив не только врачей, но и медицинских сестёр, и младшего медицинского персонала, что все люди работают с удовольствием. И в отделении я очень надеюсь, я вижу, это очень доброжелательная атмосфера. И самое главное – это видят пациенты. Я очень от многих пациентов слышу, какие у вас замечательные сёстры, какие у вас замечательные врачи, какое у вас замечательное отделение. Это так приятно. На завтра готовимся на операцию, да? Алина Владимировна всё объяснила? Ну, хочет кусочек, чтобы оставили. Не надо, не надо. Чему вы так стремитесь сохранить кусочек? Ну, может быть, для самоуспокоения. Вот давайте так. Не будем за это. Давайте так. Во время операции я посмотрю так, как будто это моя хорошая знакомая. Да это же прекрасно. Понятно, да? И я сделаю так, как я бы сделал хорошей знакомой. В целом, вы готовы на то, что придётся удалить всю щитовидную железу? Ну, вот ещё целую ночь буду готовиться к этому. Подумайте, переночуйте с этой мыслью, а утром к этому вернёмся. Хорошо? Настраивайтесь на то, что удалить придётся всю щитовидную железу. Договорились? Настраивайте, настройте себя. Хорошо? Ну, что делать? Надо доверяться докторам. Если есть такие показания, то не надо бояться операции по удалению всей ткани щитовидной железы. Ничего страшного не произойдёт. Пациент без щитовидной железы принимает утром таблетку или полторы, ну, в зависимости от необходимой дозировки, и всё. И живёт полноценной жизнью здорового человека. Все потребности организма в гормонах щитовидной железы будут компенсированы. Всегда есть какие-то операции, которые хочется научиться сделать ещё. Освоить что-то ещё. Следующий шаг. И пока такое желание есть, я думаю, что когда оно пропадёт, надо уходить на печь. Мы владеем и методиками операции на щитовидной железе из доступа вне шеи. То есть это доступ через подмышку, а самый современный доступ – это через рот, через преддверие рта. В перспективах, в планах развития нашего отделения, в ближайшее будущее мы будем выполнять такие операции. Мы имеем опыт выполнения таких хирургических вмешательств. И при наличии определённых инструментов и оборудования, в ближайшее время мы будем выполнять тоже такие же операции. Не надо вскакивать, не надо вскакивать. Всё нормально, всё хорошо? Всё. Соседка ваша в реанимации до утра останется, а утром, надеюсь, мы её вам вернём в целости и сохранности. Мы не делаем культы из своей работы. Мы работаем, делаем своё дело, как нас научили. Просто живём. Мы обычные люди. Алё, алё, привет. Да, привет. Ну что, как дела? Нормально всё? Всё хорошо у тебя? Да, тоже всё более-менее. Готово идти домой? Идём? Да, пойдём. Хорошо, через пять минут? Ну да, где-то минут через пять-десять встречаемся тогда под твоим корпусом. Хорошо, до встречи, пока. Да, пока. Если существует такое счастье, что ты занимаешься любимым делом, и это приносит моральное удовольствие, то, наверное, меньше устаёшь и не чувствуешь физической усталости. Привет. Привет. Как дела? Да ничего, нормально. Как день прошёл? Отлично. У вас совещание с главным врачом. Поведу заявку на следующий год. Да. Серьёзное дело. У тебя? Да, обычный день. Сколько операций? Четыре. Как всегда. Четыре? Да, нормально. Тяжёлое? Да не, нормально. Встал? Да. Пришло время прощаться. Пришло время прощаться. Думайте о своём здоровье. А мы всегда рядом. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова